Вводная лекция по языку курса по языку программирования Python, факультет вычислительной тематики и кибернетики. Лекция эта идет в рамках кафедрального курса кафедры СВК. Но, естественно, присутствовать в Ютубе могут в ней кто угодно. Что касается будущих домашних заданий и инструмента их проверки, там вопрос решается со мной. Если вы хотите делать домашки в количестве, то, возможно, это можно будет сделать. Но сегодня домашних заданий на проверку пока не будет, а будет только разговор про... Кстати сказать, те из вас, кто с нами не первый раз, то есть люди, которые смотрели этот цикл год назад, в общем, я вас разочарую. Ничего практически нового я в этом семестре про Python рассказать не собираюсь. Кроме, как и было уже сказано в нашем чатике, кроме оператора со вставлением с шаблоном, который появился в Python 3.10, вернее, появился в Python 3.10, еще не релизнулся. Про него я хочу немножко рассказать. Тем более, что он... Добрый вечер. Тем более, что он... Гвида, как мы сейчас увидим, этим занимается. Что еще можно сказать про курс? У кафедры СВК есть по нему практику, но это не имеет отношения к нашему разговору прямому. Скорее, наоборот, это мы имеем к нему отношения. Материалы по курсу, в общем, несложные, потому что вся идея устройства вот такого рода разговоров про Python возникла у меня из банального чтения от Tutorial Python. Я горячо рекомендую читать по-английски, потому что язык там вполне простой и понятный, а главное, адекватный тому, что есть. Но для тех из вас, которому реально тяжело с английским языком, есть немножко гуглопереведенный, но потом поправленный каким-то энтузиастом, значит, великим энтузиастом. Русский перевод документации полный и очень устаревший, но более-менее человек, ну, как это сказать, редактированный перевод по Python 3.1 того самого Tutorial. Вот. Кроме этого, для самых маленьких есть отдельно книжка «Введение в программирование на Python». Она гораздо меньше охватывает, чем то, что у нас сейчас будет. Вот. А для самых больших имеется большой такой труд под названием «Решение задач с помощью алгоритмов и структур данных на Python». Вот. Вот это все ссылки, которые тут лежат. Кроме того, есть еще игровой сайт, который называется. Называется он «ЧКО». Вот. В котором можно поупражняться в «Решении задачек на Python». И там, ну, такой типичный, современный гемифицированный задачник. Вот. Типа «Джао Раша». Ну, вот. Примерно это я всем рекомендую. Вот. Зовут меня «Я забыл представиться». Зовут меня Георгий Курячий. Я сотрудник факультета учительной математики и кибернетики. Еще я сотрудник компании «Базальт СПО». И у нас в этом семестре будет курс по разработке по Linux. Он будет по пятницам. Маленькая реклама наша. Моя. И у нас есть сайт, как вы видите, uniex.org, на котором все материалы будут публиковаться, планы лекции и ссылки на видео. Ну, то, что у нас есть видео, вы уже заметили. И у нас есть каналчик в Телеграм. Вот он. Всем присоединяйтесь, потому что любые вопросы, любая информационка, так сказать, о любом административе будет проходить через этот каналчик. Вот. Не стесняйтесь задавать вопросы в него. В любое время, вот, если не я отвечу, отвечу какие-нибудь другие тоже, люди, которые в теме, у нас таких на канале в количестве. Ну вот. Значит, пора, наверное, переходить к ленце, а то мы... Да. Яночь про себя рассказал. Питоном я занялся лет, наверное, в 30. Ну, в общем, 20 лет назад. До этого я базовым языком программировал, у меня был Сим. И мне... Я очень хотел выучить какой-нибудь язык высокоуровневый, но вместе с тем простой, на котором можно было бы по-быстрому что-нибудь такое написать, оно бы заработало. Вот. Все тогда, в те годы, там, в 90-е учили Перл. Вот. Перл мне не зашел совсем. Голова не так устроена. Это великий язык программирования, но для этого нужно быть, ну, немножко не таким человеком, иметь не такой голову, как я сейчас. А вот Питон зашел очень неплохо. Вот я его выучил за 7 суток. Вот. Ну, как выучил? Въехал в него. Ну, и с тех пор вот потихонечку его двигаю. Ну, как двигаю, опять-таки. Я им пользуюсь и, вот, имею квалификацию прочесть лекцию на этой теме. И даже нет. Вот. Я не раз буду, наверное, на наших с вами встречах рассказывать, почему мне Питон кажется очень удачным островным языком. Вот. Но это, пожалуй, не сегодня. А сегодня, как уже оговорилось, некоторое бла-бла. Вот. И некоторый разговор про планы на будущее, о чем мы будем, собственно, наш курс будет в этом семестре идти. Сначала про Питон. У нас есть прекрасная статья на Википедии, которая называется «История языка программирования Питон». Мне к ней добавить, в общем-то, нечего. Все, кто хотят, могут ее прочитать. Вот. Я лишь хочу вот в этой истории отметить несколько вещей, которые для меня кажутся ключевыми. Ключевая вещь номер один. Изначально Гвида, а Гвида Ван Росум – это автор языка программирования Питон. Вот он. Вот такой вот Гвида. Он, кстати, сейчас еще круче выглядит, на самом деле. Ща. Вот такой вот Гвида. О! Красавец. Да, так вот, значит, такой Голландец. Участвовал в разработке и в доработке учебного языка программирования, который назывался АБЦ. Вот. То есть изначально вполне ориентированный на преподавание, а вовсе не на продакшн. Но это язык АБЦ, да. И вот Гвида почувствовал в нем какой-то потенциал в смысле того, что можно на этот учебный язык намотать еще некоторые учебные штуки, актуальные для тогдашней тенденции в программировании, чтобы можно было учить актуальным вещам. И уже первая версия языка программирования Питон, который вышел там в середине 90-х, а разработка была начата ведь в 89-м году. Не такой уж молодой язык, на самом деле. Сейчас вот ему было, сколько там, получается, 30 лет. Уже выпуск, релизу. Релизному Питону было 30 лет. Сразу на момент выхода в нем уже были встроены типы данных, всякие хитрые типы словарей, то бишь ассоциативных массивов. И интересные всякие конструкции, естественно, дожившие до сих пор у Питона более или менее разумная обратная совместимость. Обратите внимание на то, что язык развивался, ну, вот как Линус в свое время говорил, just for fun. С одной стороны, just for fun, с другой стороны, на потребу преподавания, то есть хотелось написать, самому создать такой язык, на котором было бы удобно преподавать. На Питоне 1 на самом деле было написано много всякого продакшена. Я видел игр написанных на Питоне 1. Ну, логика писалась, естественно, на Питоне, а значит, рендеринг писался там, ну, на чем, на ся, на си плюс плюс. К какому-то моменту стало понятно, что есть несколько тупиковых тенденций в развитии Питона 1. Был сделан такой редизайн, был выпущен в Питон 2 в 2000 году. И он активно развивался до позапрошлого, что ли, года. Значит, Питон 2 уже был вполне боевым языком программирования, сохранявшим себе черты вот такого слегка учебного языка. На нем уже писалась масса продакшен-систем, начиная от веба и заканчивая, там, не знаю, теми же играми. Вот. Но где-то в 2005-2006 году народ в Питоне сообществе стал говорить, что языку не хватает, ну, такой, мейчурити, то есть какой-то такой солидности, что при написании больших систем на Питоне 2 приходится обходить вот эти удобства для обучения. Ну, например, там, не знаю, сводом-выводом было все не очень хорошо, потому что в Питоне 2 все котировки были однобайтовые, а Unicode был таким способом перекодировки. Вот. Ну и много другое. Объектная модель была принята устаревшей, то есть какой-какие, значит, приемы в синтаксисе, в разборе были признаны устаревшими, и, в общем, был запланирован Питон-3, который назывался Питон-3000, вот, и выпущен уже язык Питон-3000. Обратите внимание, что вся разработка ведется сообществом, долгое время она велась прямо во главе с Гвидой. Вот, пару лет назад Гвидой вышел на пенсию. Ну, я расскажу, что такое пенсия Гвидой. То есть умение Гвидой работать с сообществом и его учитье относительно того, какой должен быть, каким должен быть, вот, язык программирования подобного уровня, было достаточно для того, чтобы все это развивалось и продолжало развиваться, и продолжает развиваться сейчас с очень серьезной скоростью, исключительно на активности участников комьюнити, ну, и на какие-то, значит, донаты заинтересованных сторон, которые, вот, вкладываются в... Которым нужно, чтобы Питон развивался. Да, никакой аффилированной компании, которая бы подкармливала весь проект, и никакого, значит, там, миллиардера, который бы все вот это вот кормил, нет. Это абсолютно self-made проект, в этом смысле мы видим хороший пример, когда just for fun, вот, как бы, правильный фан собирает правильный ресурс. Вот. Опять-таки, можно почитать дальше в Википедии, не самая плохая статья про Питон в Википедии. Гвида я показывал, к блогу мы сейчас его еще вернемся, там довольно забавно. Что я хочу сказать лично про Грины? Во-первых, да, и это прямо вот, пожалуй, важная часть, хотя и не самая главная. Гвида очень хороший программист на Си. Он вообще неплохой программист. Вот. Но Си-шный код написан на Гвида, в общем, по нему можно учить язык и дисциплину программирования на Си. Вот. Известно, что Си один из самых, как это сказать, небезопасных языков, потому что вы можете делать с той вычислительной системой, на которой вы пишете на Си, иногда по ошибке, иногда намеренно. Вот. Ну, так вот, код Питона довольно хорошая штука, вот именно что в плане подражания даже. Соответственно, когда вы сами пишете какой-то модуль к Питону, я надеюсь, в следующем семестре у нас будет разговор про интерфейс между Питоном и Си, то вот помните, что есть так у нас тут в чатике человек, который уже не первый раз меня видит, скучает и спрашивает про Раст, а также про чтение книжек. Значит, что касается Раста, ничего не скажу, хороший язык, я, было у меня даже в планах пытаться на него навалиться этим летом, но календарь распорядился по-другому, вот пока что я не готов про него рассказывать ничего, именно потому, что я его не освоил в должной мере. Что же касается книжек, на удивление до сих пор вот на мой взгляд нормальных книжек такого уровня, который нам дает обычный тьюториал Питоновский, нету. О, спасибо Андерсон Сильва, наконец я вспомнил с вашей подачи, что я хотел еще сказать во вступлении. И этот курс, внимание, предназначен для программистов, которые уже знают какие-то языки программирования, возможно, даже глядели в питон. Потому что, если вы как бы пытаетесь прийти к нам вот в этот курс с не очень сильным знанием в области обычного программирования, вовсе, объектного планирования и так далее, вам будет просто тяжело по плотности подачи материалов. Я начинаю в этом году спецкурс для геологического факультета Московского государственного университета. Вот там-то будет введение в питон для условно не программистов или по крайней мере людей, которые программирование не изучали плотным образом. Так что всех начинающих о милости прошу туда. вот я надеюсь, что там будет полегче для начинающих. Мы же с вами такие продолжающие весьма и вот мы продолжаем продолжить. Кроме того, Гвида показал себя как очень хороший комьюнити-менеджер. Вообще вот все эти ребята, которые в 90-е нулевые возглавляли свободные сообщества, у них много чему есть поучиться в плане управления сообществом. Что у Линуса, что у Гвида. достаточно показательным примером этого является то, как в Питоне устроена вообще модификация языка. Значит, долгое время Гвида был так называемым пожизненным добровольным диктатором, великодужным пожизненным диктатором для проекта Питон. То есть все изменения в языке формально должны были включать решение, конечное решение Гвида. Да или нет? То есть выглядело это так. Давайте мы сейчас на Python.org зайдем, посмотрим там Пепы. Мы сейчас просто возьмем mods new и ткнем в первый попавшийся Пеп. Вот. Да? Пеп не про этот самый, а вот давайте мы сделаем не так. Мы сделаем вот так вот. Это 3.9, а я хочу 3.10. там нет у вас ненормального. Обидно. Ну ладно. В общем, ну не важно, давайте вот хоть сюда. Вот, пожалуйста, Пеп. Значит, Пеп стоит в следующем. некто под названием Стивен Дарпану, автор, предлагает добавить операцию объединения для словарей. У нас есть два словаря, почему бы их не объединить с помощью оператора объединения, такого же, как или в логике. Вот. Тем более, что у словарей в современном Python есть порядок следования ключей, так что порядок объединения тоже может быть описан. Дальше это предложение обмазывается рационале такого, да, объяснение зачем это, значит, зачем, рационале, почему это хорошо, предложение по спецификации, вот оно, да, предложение как это реализовать, reference and presentation, вот. Дальше идет дискуссия большая на предмет того, хорошо ли это, какие есть возражения, дальше есть ответ на возражения, короче говоря, сообщество дискутирует, вот. Часть идей отваливается, со словами нет, так делать не надо, часть идей принимается и дальше ребята говорят, ну мы договорились, Гвиды, приходи, скажи да или нет. Гвиды приходит и говорит, вы конечно договорились, но я считаю, что идея плохая, так было кстати очень редко, как правило, в таких случаях Гвиды приходил, видел, что люди ругаются, говорят, люди вы ругаетесь, плохая идея, не будем это принимать. Или Гвиды говорит, смотрите, хорошая идея, вы договорились, как бы все нормально, делайте, давайте делать. он разумеется сам Гвида в таком споре принимал довольно много участия, и результатом было принятие или не принятие соответствующего предложения, в данном случае оно статус финал. Что это значит, я забыл, но видимо принято. Да, Гвида диктатор, конечно. Смотрите, почитайте пожалуйста Википедию про великодушного пожиленного диктатора или прямо самого Эрика Раймонда про его вот эту теорию. Сообщество, свободное сообщество с его свободой мотивации и иерархией зависящей от вклада в сообщество очень часто имеет иерархическую пирамидальную структуру, во главе стоит тот самый добровольный великодушный диктат. Значит два года назад по-моему или как-то тогда Грид снял с себя эти полномочия, но он уже как бы немолодой немолодой товарищ, вот ему 65 лет что ли. когда заметил что по одному определенному пепу если я не ошибаюсь по введению операции присваивания в питоне, которой раньше не было. В питоне не было операции присваивания, операция связывания, об этом я постараюсь еще рассказать. Так вот по определенному пепу было очень много как-то сказать не используя специальную терминологию руганий и в конце концов люди пришли к какому-то промежуточному мнению, вызвали к Гвида, сказали великодушный диктатор придирас судьи нас. Гвида пришел сказал норм хороший пеп давайте внедрять и вместо того, чтобы внедрять люди продолжили ругать. Гвида сказал ребят смотрите это означает что я теряю у вас позиции у вас есть люди которые профессионально не хуже меня понимают что надо делать и я на роль диктатора больше не гожусь и свалил. Теперь вместо диктатора там такой пяти что ли или семи семи боярщин такая из семи видных разработчиков и в общем питон от этого хуже пока не стало станет ли хуже зависит от совести этих самых семи видных разработчиков которые переизбираются на определенной основе что делает сейчас Гвида довольно забавно я пошел смотреть в его блог и обнаружил что вот смотрите что у него есть три блога собственно не у питоник это классический блок по питону в котором Гвида постоянно что-нибудь постил ровно до момента своей самоотставки видите он номинирован как блок патинс бидиэфэй вот и вот 15 марта последний раз он что-то туда запостил какую-то вполне разумную интересную штуку мотивацию относительно того зачем синтаксический сахар с операторами вместо того чтобы пользоваться прям вот такими функциями вот то есть казалось бы какая разница но за исключением приятности для глаз пользоваться вот такой формулой или вот такой в этой статье доказывается что разница есть но есть еще блок history of python вполне себе такой старенький вот и внезапно я обнаружил что главным на сегодня для гвида является блок проекта mypy что такое проект mypy мы узнаем видимо в следующем семестре а пока я расскажу только на пальцах mypy это такой поначалу совершенно сторонний по отношению к питону проект который превращает питон в язык с статической типизацией а статически типизированный язык можно компилировать и соответственно увеличивать быстродействие раз в 10 от этого вот проект поначалу был совершенно совершенно сторонний потом в нем было высказано много интересных идей потом внезапно выяснилось что если в питоне в самом сделать поддержку этой статической типизации кстати нифига подобно в этом семестре мы будем с этим разбираться потому что это часть синтеза питона вот потом выяснилось что если сделать в самом языке поддержку статической типизации то очень много задач связанных с разработкой больших и сверхбольших проектов будет решаться хорошо потому что будут решаться дисциплиной программирования зашитого языка ну и кончилось с тем что Гвида похоже работает именно над этим проектом сейчас вот еще я связываю это с его переходом в Microsoft Гвида значит после увольнения сказал ну все я пошел на пенсию годик он побыл на пенсии потом сказал нет больше я не могу быть на пенсии я пойду куда-нибудь работать например в Microsoft а он работал уже в Google и в Dropbox и в общем во всех конторах которым нужен питон сейчас он работает в Microsoft и похоже он занимается MyPay это следует также из того что вот это вот гитхаб Гвида и давайте посмотрим какие у него самые активные проекты самый активный проект это pattern matching это связано с последним пепом который войдет в питон 3.10 с новой конструкцией пеп 6.2.2 вот он с новой конструкцией и Гвида очень активно ей занимается вот кто там коммитер Гвида коммитит в основном и всякие вот еще люди то есть это еще это похоже помимо всего прочего его собственное предложение надо почитать кстати кто кто инициатор этого пепа а вот нифига да вот вот их много да Брант Дэниэль Тобис ну короче вся компашка вся компашка значит управляющего совета питона инициировал вот этот самый пеп про оператор структурного как он называется оператор матч вот и вот лично Гвида занимается очень сильно ей но помимо того что он занимается этим он занимается разумеется питоном здесь вот а ну это просто примеры а вот сейчас давайте посмотрим все все репозитования и вот буквально на каком там восьмом месте репозитория того самого майпай вот в которой Гвида где у нас тут эти контрибьютор не показывает мне контрибьюторов ну короче в которой Гвида довольно активно довольно активно комитет вот такие дела похоже что именно этим он занимается в микрософте ну потому что других следов его деятельности в микрософте я не вижу такие дела хватит про Гвида давайте все-таки про питон вы все можете прочесть и без меня в интернетах поэтому мне кажется что раз уж я читаю эти лекции будет важно если я выскажу какую-то личную позицию по отношению к тому что я вижу в питоне как в языке программировал в первую очередь как ни странно очень важно что питон это интерпретируемый язык программирования с всякими плюшками и граблями которые предоставляют нам интерпретируемые языки в следующий раз мы прям запустим командную строку потыкаемся в карманную строку ну и будем про это говорить в плане ну давайте потыкаемся потому что потому что потому что ну надо же наконец мне что-то такое какой-то хоть какой-то кот показать это я повторю в следующий раз но просто чтобы был разговор поменьше охотно экране что такое интерпретатор интерпретатор означает что вы что хотите делайте а интерпретатор вам говорит правильно вы сделали или нет как видите питон честно интерпретировал строку которую ему выдал и сказал что вообще говоря синтаксически она неверна неверна главный недостаток интерпретатора состоит в том что большинство ошибок не возникает в момент разбора введенной команды большинство ошибок возникает в момент исполнения здесь нам в смысле ошибки повезло строка команда неверна синтаксически а вот такая команда синтаксически верна вот такая команда синтаксически верна и главное ее как бы то место где ошибка возникает оно возникает чуть В момент интерпретации уже, когда выясняется, что такого имени в словаре имен нет. То есть у вас уже программа начала выполняться, и тут выяснилось, что вот этой вот имени квя-квя-квя-квя-квя-квя в пространстве нет. Главный недостаток интерпретатора, что большая часть ошибок приезжает в real time. Вот. Но зато главное достоинство интерпретатора состоит в том, что мы можем переложить принятие решения о каких-то важных языковых вещах туда же в реал-тайм, например, переложить туда типизацию. Очень важная тема, которую мы под ином, когда будем говорить про функции, состоит в том, что функции в питоне не похожи на функции в большинстве других языков программирования. Они не являются математической формулой по преобразованию данных одного вида в данные другого вида, а являются фактически записью алгоритма. Если мы говорим, что у нас есть функция сумм, которая зависит от трех параметров и возвращает оно а плюс б умножить на с, то мы можем написать сумм от, скажем, раз-два-три, получить результат. А можем написать, например, сумм от раз-два-три и тоже получить не так, а вот так. И тоже получить результат. Логаритм будет тот же самый, а плюс б умножить на с. А вот типы данных и в действительности семантика работы соответствующих операторов оказывается будет другая. Ну, например, семантика умножения для строки это ее тиражирование из клейк, а вовсе не там какая-то попытка что-то с чем-то сложить. Видите? Вот. Тем не менее, как видите, типизация в питоне строгая. И в ситуации, когда мы не можем произвести действия над объектами разного типа, питон отказывается это делать. Он говорит, не могу складывать вам целое со строкой, идите вон сами что-нибудь придумайте. Вот. Это называется неявная динамическая типизация, но при этом она строгая. Значит, неявная она состоит в том, что в питоне вообще нет понятия типа переменных. В питоне, правда, и переменных нет, об этом чуть позже. Вот. Но динамическая она потому, что, как видите, одна и та же функция может быть применена к параметрам разного типа. Но типизация в питоне очень строгая. Вы не можете, никаких преобразований под ковром одного типа в другой не происходит никогда. Если вы их сами не написали явно. Вот. Эта штука еще называется duck typing. Утиная типизация. Давайте мы пока питончик прикроем. Утиная типизация это вот специальный термин русским языком. Выглядит он вот такой. Значит, если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, утка. На самом деле, я бы сказал, что не так. Что если для вас важно, чтобы утка плавала и крякала и больше ничего, то все, что плавает и крякает, это утка. Даже если оно при этом громыхает, стреляет из пушки и, там, не знаю, полыхает синим пламенем. Вас это не интересует. Вас интересует плавание и крякание. Соответственно, если что-то можно складывать, то оно слагаемое. Вот. Вот это смысл аутиной типизации. Ссылки вместо переменных. Я очень люблю говорить, что в питоне нет переменных вообще. По крайней мере, переменных в том виде, в котором мы их изучаем, вот, там, не знаю, в курсах Паскаль, там, Си, С++, вот этого всего. Понятие переменной, как коробочка, в которую можно положить что угодно, как в бейсике, или переменной, как коробочка, в которую можно положить значение определенного типа, как в том же С++, в питоне нет. Потому что в питоне есть объекты и их имена. Как устроен именно объект, вот буквально на следующей лекции мы с вами поговорим. И вы увидите, что это немножко так поворачивает голову, потому что это реально другой способ общения с пространствами имен и реально другое понимание того, что мы обычно закладываем в понятие переменные. Поэтому обычно я говорю, что переменных нет. Хотя если вы будете читать документацию, там слово variable встречается довольно часто по отношению как раз к именам пространства имен. Еще одна очень важная фишка Питона. Это очень естественно вырастающая из потребностей программиста объектная модель. Тоже разумеется динамическая. Я в свое время, как давно тому назад, написал про нее даже целый скетч. Про то, как понять, что такое объект в Питоне. Поскольку объектная модель в Питоне динамическая и типизация тоже динамическая, потому что это интерпретатор, какие-то основные требования, которые предъявляются классической объектно-ориентированному проектированию, в Питоне чуть ли не сами собой заводятся. То есть в разделе лекции про ООП мы будем об этом говорить. Еще в Питоне очень-очень-очень-очень много синтаксического сахара. То есть одна из главных максимум Питона состоит в том, что код должен быть читаем. И ради этого очень много чего делалось в языке. Именно этим Гвида часто мотивировал свой отказ в введении определенной цитоксической конструкции, чтобы не замусорить код. Например, в Питоне нет циклов с постусловием, тот, который дувал. В Питоне просто нету, по той банальной причине, что синтаксически красиво и читаемо вы это сделать в Питоне синтез не сможете. А, я забыл сказать, что в Питоне значащие отступы. Сейчас уже этим не удивись, потому что много языков вслед за Питоном стали применять синтаксически значимые отступы. В Питоне вместо операторных скобочек отступы. Если мы напишем, ну вот давайте я опять-таки покажу пример. Раз, два, принт и умножить на 2 плюс 1. Только и маленькое. Работаем. Не работает. Почему? Потому что отступ играет в Питоне роль операторные скобки. А здесь этот отступ был неожиданный. Unexpected. Питон не ожидал, что здесь должен быть какой-то вложенный во что-то оператор, благо вкладывать его было неужидно. Я встречал людей, которые отказывались учить Питон, потому что у него есть синтаксически значимый отступ. А еще я встречал людей, которые с радостью обучали Питону, потому что потом им проверять домашние задания. И домашние задания, написанные в строчку, в столбик, по диагонали, читать тяжело. А домашние задания, написанные со значащими отступами, проверять легче. Такие дела. В чатике люди дискутируют относительно того, что у Питона очень много сверхприменения. Мы про них еще поговорим. Но и это правда. Давайте, наверное, забежим вперед в этом плане и сразу сходим на ПП. Для начала. В самом Питоне, давайте вот что сделаем. В самом Питоне у нас прямо из коробки, прямо вместе с Питоном, приезжает вот столько модулей разных. Модули – это значит такие библиотеки, инструментарии, дополнения, расширения языка, которые применимы к каким-нибудь разным направлениям. Значит, их порядка там полутороста. Из них некоторые такие легаси, которые давно пора выбросить, а некоторые наоборот. В любом случае, вот с языком прямо из коробки приезжает вот эта вся радость. Их там несколько сотен. А если зайти на сайт Python Package Index, то вы увидите, что на сайте Python Package Index на сегодняшний день зарегистрировано 325 687 проектов. А когда я писал план лекции сегодня утром, там было 325 674 проекта. И это не я увеличил этот счетчик. Это произошло за сегодня. Ну так вот. Смешно. Эти проекты столько-то раз релизнулись, ну дальше такие чиселки. Что такое 325 687 проектов? Это сотни тысяч разной степени живости, разной степени качества, но работающих проектов, которые люди зарегистрировали, опубликовали код, и которыми можно пользоваться в совершенно совершенно различных топиках. Вот если раскрыть броузер проектов на Python по части топика, то увидите бесконечные сферы применения. Я даже не буду читать их все вслух. Везде используется, можно использовать Python. Самое важное в Python, вернее, в Python Package Index, это, что все эти проекты или почти все, за очень небольшим исключением, сертифицированы под свободной лицензией. То есть распространяются под свободной лицензией. Давайте еще паблик-домен и еще какие-то бывают. Это какая-то чешуя. А, вот CCUniversum. Вот. Че? Почему 0? А, потому что одновременно. Ну, давайте так. Вот Ося Прут. Сколько их там? Ну, их много. Практически все. Вот. Свободные лицензии. Да? И еще по мелочи. Что это означает? Это означает, что вы можете использовать любой из этих модулей в своих проектах на совершенно безвозмездной, даже я бы сказал, свободной основе. Вот. Можно почитать, что пишут про свободное лицензирование. О, столбы. Что пишут про свободное лицензирование в Википезе. там довольно разумная статья. Вот. Что-то там такое. Я даже правил к ней когда-то на русском. Вот. В том смысле, что это не просто 300 тысяч каких-то какой-то какого-то софта. Да? Это 300 тысяч софта, которые реально можете использовать и на real-life. Мы с вами потом увидим, что к нему, как правило, предлагают в следующем семестре, как правило, предлагается документация нормальная, ну, еще чего-то. В общем, хорошее, большое комьюнити с хорошей инфраструктурой. Про инфраструктуру тоже в следующем семестре будем говорить. Хорошо. Значит, тогда давайте я в качестве ловерды вот к этому куску лекции расскажу про такие наиболее однозначно приходящие мне в голову области применения, потому что, как вы видели, областей применения у питона бесконечно много. Вот. А сейчас давайте, да, хорошая идея даже не на код поглядеть, а на то, как вот эта вот правильная тема, которую подсказывает мне человек с непроизносимым совершенно и ником Бивку Бива. Нет, почему? Произносимым. Так вот, посмотреть, как пользоваться информационной подсистемой питона. Вот это, пожалуй, хорошая идея, мы про это сейчас поговорим. Но сначала я это скажу. Когда-то давно, где-то году, чуть ли не в 11, может быть, в 12, я сделал даже целый доклад про то, что питон удобный, все еще удобный язык для того, чтобы на его базе обучаться. Вот. Я готов эту свою позицию защищать. Есть некоторая сложность в питоне как первом языке программирования самое смешное для программистов, потому что для непрограммистов такой сложности нет. Просто потому, что программистов надо обучать в первую очередь алгоритмическому мышлению будущих программистов. А питон очень хочется выучить весь язык сразу, потому что там много всяких полезных вкусностей, которые потом будут нужны. Но он тогда получается большой. Вот это возражало единственный на сегодняшний день такой недостаток, с которым я не знаю, как побороться. Может быть, мои лекции для непрограммистов меня как-то сдвинут с этой точки зрения. То есть, грубо говоря, выучить C или Pascal, это очень маленький язык. И на нем можно сразу заниматься уже алгоритмами. А питон надо сначала прочувствовать. Тем не менее, питон для начинающих это такое, ну, в школах сейчас проходит питон. В общем, он вообще как-то последние лет сколько, 10, наверное, внезапно взрывным образом стал популярен. Об этом чуть позже. Очень много сейчас, вон, 10 лет назад, да и сейчас тоже очень много шло разговоров про питон как язык склейки. То есть, вы пишете какие-то критические части на том, на чем хотите, а питон все это обмазывается. Я даже видел организации, которые питон используют как скриптовый язык для написания всяких системных скриптов, вот, в надежде, что они будут кроссплатформенные, что, ну, скрипт, написанный на питоне, грубо говоря, там будет запускать и поднимать и опускать какой-нибудь сервис сразу там, не знаю, под линуксом и еще там под чем-нибудь совсем не линуксом каким-нибудь. в принципе, мы об этом поговорим в следующем тоже семестре, как язык склейки, питон действительно очень неплох, и, главное, очень универсальный. Питон очень хорош для того, что я называю одноразовое программирование, типа запрограммируй, запусти и выбрось. Причем, если в предыдущих инкарнациях, в предыдущих, так сказать, языках, которые претендовали на лидерство в одноразовом программировании, это были либо однострочники, либо какие-то такие вот плотные куски кода, приравнанные к однострочнику, ну, первого какого-нибудь, то на питоне вы реально можете очень быстро набросать достаточно большую программу в несколько сот строк, вот, она отработает, и вот это вот программирование из головы так, как вы думаете, с последующим запуском, ну, и там, кое-какой отладкой, на питоне занимает гораздо меньше времени и гораздо более эффективно, чем на многих других языках программирования. Здесь, кстати, нету в этом списке применимости, нету неимоверно модной на сегодняшний день темы, это использование питона в data analysis и вообще во всей этой дата-сатанистской деятельности, вот, где питон вообще не используется как язык программирования, он используется как программируемый калькулятор, то есть типичный ноутбук с результатами машинного, машин learning или data science, чего-то такого, это такие обрывки куска кода на питона, перемешанные с обрывками результатами визуализации выполнения этого кода и все это свалено в одну красиво оформленную кучу, при этом, когда людям начинаешь говорить про релиз-менеджмент, про грамотное оформление кода с функциями, у них как бы на лице появляется раздражение, ну, потому что, ну, понятно, да, если вы привыкли пользоваться этим как калькулятором, вам вся вот эта премудрость не нужна, вот, ну, и так дальше, макетирование у меня была знакомая, у которой бизнес состоял в том, что они писали программу на питоне, потом ее профилировали, а потом переписывали куски, причем в результате получался код, который, где они там микросекунды экономили, то есть, ну, реально, там, смотрели в ассемблер, какая команда быстрее, какая инструкция быстрее работает, да, но те места, где не критичен был код, он оставался на питоне или переписывался на плюс-плюс, просто, чтобы меньше занимало дергание соответствующих гипероптимизированных кусков. Про средние большие системы я уже говорил, что питон последние несколько лет, да, 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 когда я говорил про ноутбуки, Станислав говорит Юпитер, когда я говорил про ноутбуки, я говорил про Юпитер. Не будет у нас Юпитер ни в этом году ни в следующем, смысле семестр ни в следующем, ни в защите, я все еще не понимаю, зачем им нужен программист. Вот, а мы с вами программисты. Про средние большие системы я, пожалуй, уже говорил, что питон активно движется в сторону больших систем и в сторону дисциплины оформления кода в большом количестве. Вот, ну а то, что всякие страшные веб-движки на нем пишутся, какие-то здоровенные дата-анализаторы, это тоже правда. Важный момент, это специальные предметные области и темы, которые я отметил отдельно, как Python и не программист. Вот, во время вот этого взрывного, взрывного роста популярности питона, понятное дело, что основное комьюнити прирастало непрофессиональными программистами, потому что профессиональных программистов, во-первых, трудно отучить от того C++ или Java, на котором они программируют до сих пор, ну или того же C, да, вот, хотя вот меня, вот, я не отучился от C, у меня вот курс программирования под Linux будет с использованием C, но я все-таки перешел на Python как основной язык, да, но все равно это сложно, это не часто случается. В Python приходят люди, которым нужно не до конца зная язык, не до конца понимая алгоритмическую вот эту всю премудрость, по-быстрому решить задачу в своей прикладной области, по возможности ее визуализировать, понажимать на кнопочки и получить удовольствие. И вот в последнее время в Python приходят из самых-самых различных областей, вот мой курс для факультета геологии Московского государственного университета прямое свидетельство этому. Правда, там я сразу договорился с начальством, что у нас будет информативно, ну в смысле программирование, в смысле алгоритмистика, вот, но изначальный запрос от факультета геологии шел в том, что у нас есть много софта, а к нему макросы пишутся на Python, давайте вы наших обучите. Типичный пример современного использования Python вне программистской сферы. У нас есть приложение, в нем встроен Python, к этому Python пишется макрос. Я уж молчу о околопрограммистской сфер, какой-нибудь Blender, да, там вот вся вот эта вот часть логическая пишется на Python, дополнительно. Вот. И так далее и тому подобное, да, разговаривать можно очень долго, это были какие-то вот, микропитон есть, ну, короче, вот. Поскольку у нас есть еще время, давайте мы поговорим по наводке вот этого самого человека с ником Бибкубева про информационную подсистему. Смотрите, я не зря сразу, когда хотел вам показать что-то про Python, про что я не помню, но есть, полез в документацию по Python. Документация по Python это очень важная штука, с которой нам всем предстоит работать вот при изучении языка от начала и до конца. Как она устроена? Ну, во-первых, она распространяется с вашим дистрибутивом Python рядом, то есть у вас всегда есть локальная документация по той версии Python, которую вы установили. Во-вторых, всегда, разумеется, есть веб-сайт, где вы можете выбрать нужную версию Python из тех, которые, значит, все еще каким-то образом информационно засвечены. Вот текущие 3.9. Кстати, сказать, глядя на вот этот вот сню, на который мы уже смотрели с вами, можно себе представить, с какой скоростью и с какой глубиной развивается язык. например, что произошло в субмажорном релизе 3.9 в Python. Разница между 3.9 и 3.8. И мы видим, что туда добавились новый синтаксис. Union для диктов, новые Type Hint упростили, видите, ограничения на декораторы. Новые строковые методы префиксы и суффикс. Новые аннотации. Вениамин, сейчас про EDE тоже поговорим, хотя, может быть, попробуем поговорить. да. Значит, новая аннотация, новые улучшения в интерпретатах. Поменяли парсер! То есть, взяли и поменяли под ковром парсер с одного на другой со словами, ребята, это ничего не изменит в худшую сторону в вашем Python. Только лучше будет и быстрее. Ну, короче говоря, да, поменяли немножко, поменяли немножко, упорядочили как это, нау, ежегодный релиз, цикл релиза. Вот, вот, что произошло за один субмажорный релиз, понятно, с 3.8 на 3.9 в Python. Сейчас будет 3.10, там тоже вот такой вот change log, там появился тот самый оператор сопоставления, еще чего-то. Ну, короче говоря, хорошо развивается годно развивается язык. Сама документация состоит из Tutorial и домашним заданием на сегодня будет читать его до тех пор, пока у вас, пока вы не устанете. Потому что я продолжаю считать, что для программиста, а то это написано прямо здесь, вот это вот утверждение, которое я сейчас повторю, для программиста Python Tutorial это правильной плотности и правильного объема материал для освоения языка от начала до конца. Вот. Его надо просто читать. Туториал. Сергей спрашивает, насколько совместимы программы между разными версиями Python. Значит, Python 2 и Python 3 это разные языки программирования. В обратную сторону синтаксически программы на Python 3 совместимы, но потихонечку происходит модернизация библиотеки и какие-то очень давние штуки, которые пора давно менять, начинают быть помеченными сообщением о деприкейтности, о том, что они скоро будут выкинуты, а потом их выкидывают. Обычно я там есть на этот счет пев, то есть сколько релизов должно выдержать сообщение о деприкейт, чтобы потом можно было смело выкинуть. Это не касается синтаксиса, синтаксис в обратную сторону совместим. Это касается именно скажем, набором стандартной библиотеки. Последняя история связана вот с чем. У нас в нашем сообществе от Linux Team много пакетов на Python. Когда-то давно к этим пакетам был написан анализатор, который из исходного кода Python строит, выясняет, какие ему дополнительные модули нужны, какие импорты он там делает и какие из этих импортов относятся к самому Python, их трогать не надо, а какие из этих импортов, это действительно импорты каких-то сторонних модулей, и эти модули вообще говоря, по-хорошему должны входить в зависимости линуксовых пакетов с данным Python пакетом сформировок. И этот скрипт был написан довольно давно и он пользовался таким модулем, который называется parser. Давайте посмотрим. Вот он, модуль parser. Видите розовую плашку, которая говорит, что parser-модуль deprecated. Ну, мы, значит, смотрели сначала в код этого анализатора, он довольно хитрый, потом на эту плашку, потом на ворнинг, который говорил, что этот модуль deprecated, ну и вдыхали. Ну, а в Python 10 этот модуль выкинут. Вместо него используются, как уже тут написано, модули ST, которые тысячу лет уже есть в Python. Да? Вот, с очень давних пор. Ну, этот выкинут. Соответственно, вот такие программы, да, и наша программа по проверке зависимости в Python перестанет работать. Спасибо. Спасибо. Не знаю, стоит ли человек засвечивать. Скажем так, спасибо моему хорошему знакомому, который сейчас работает, сейчас работает над, завершает тестирование нового, нового определителя зависимости, который сделан с помощью AST. Вот, я надеюсь, что у нас в скором времени эта проблема будет решена. Синтаксически, повторяю, язык совместим в обратную сторону. Вперед, разумеется, несовместим. То есть, вы программ, в которых используется фича новых, новых Python, разумеется, не сможете использовать на старом, если этой фичи там не было. пресловутый сопровождение шаблону, который появится в 3.10, разумеется, не будет работать в 3.10. Большая книга для чтения, видите, написано Keep this under your pillow. Держите это под подушкой. То есть, это не то, что можно прочесть за один раз, а то, что можно почитывать на ночь, выискать в этом всякие штуки важные, прочитывать какие-то для вас внезапно ставшие актуальным тем и так далее. Это Python Standard Library. Почти все ссылки с нашего сайта на документацию Python будут ввести сюда, даже не в Tutorial, хотя в Tutorial тоже, но и вот сюда. Здесь описано практически все, вся модель данных, короче, все. Это то, что надо читать медленно и со вкусом. есть описание самого языка. Отдельная тема, которая называется Language Reference. Зигзаг спрашивает, чем второй Python хуже третьего, тем, что он больше не существует. У него год назад окончательно, даже полтора года назад окончательно исчезла его поддержка. Для программирования на Python на самом деле вот эти три пункта Tutorial Library и Language Reference самое главное. очень много интересного написано в HowTo, очень много интересного написано в других вещах, но это уже темы немножко другие. Вот это описывает, как, вот эти два параграфа раздела описывают, как писать на C++ для Python. Вот, здесь описано, как самому делать Python модули. Этим тем мы заниматься не будем. вот наши три главных пункта здесь. Теперь про документацию. Я не знаю насколько вас это как бы присвоено, но у меня с очень давних пор есть такая привычка. Если что-то непонятно, не пытайтесь изобрести костыль. Прочитайте документацию. да, на чтении документации вы потратите время, да, это все замедлит основную работу, но это гораздо полезнее, чем алгоритм некогда думать трясти надо. Да? Значит, что это означает? Это означает, что если у вас что-то не получается, вы открываете интерпретатор и пытаетесь в этом интерпретаторе это что-то потестить. Ну, не знаю. что не так? Почему не матчится? Давайте посмотрим документацию по Ну, где-то матч-то это, что-то. А, все versus матч. А, ну, вот вам документация все сказана. Оказывается, матч это целая строка. Сначала строки, видите? From at the beginning of the string. А то, что я хотел здесь использовать, это search. О, другое дело. Видите, какая красотень? Что я сейчас сделал? Я преэкспериментировал, обнаружил непонятку, локализовал непонятку в документации, проэкспериментировал еще раз, получил результат. На самом деле, большинство командных строк в питоне поддерживают вот такую волшебную вещь. Вот. Вы всегда можете получить документацию по текущей штуке прямо из питона, сказав health. Не забудьте сказать q в этот момент. Да? Вы даже можете, по-моему, сказать вот так вот. Сейчас. да, вот вам, пожалуйста, документация по оператору in. Вот. Ну и там for. Никто не мешает вам полезть в документацию HTML, но иногда такой help, он прям, прям, короче. Да, значит, кстати, вы можете взять help.re всю документацию по всему модулю регулярных выражений. Кстати, не очень большой. Вот. Владея науками навигации по этой штуке, слэш, например, это поиск, я знаю, да, мы могли найти вот это все очень versus matching, ну давай найдем, ну давай, 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 а, надо было искать matching, да, matching. Ну-ка. Видимо, у нас большой буквы. Так вот, значит, Q, конечно, спасибо, Q, именно так, не Q. Вот, так вот, в общем, пожалуйста, да, главный принцип не лениться читать документацию в том месте, где что-то непонятно. Если вам кажется, что-то не понимаете, пойдите, в нужное информационное пространство и зафиксите там. Вот. Второй принцип он относится к нашим лекциям. Если вы реально что-то не понимаете, вот у вас не едет ничего, вы вошли в ступор, спрашивайте на каналчике, на каналчике вам ответят. Вот. Я там довольно часто сижу, еще чаще там сидят всякие завсегдаты, вот. В общем, you're welcome. Вот, на каналчике имеется в виду в Селеграме. Так, что еще стоит рассказать про документацию питона? А, да, довольно забавная штука, связанная с тем, что давайте тут я напишу слово parser и запущу поиск. И вот результаты поиска. Как вы думаете, сайт docs.python.org участвовал в этом поиске или нет? Правильный ответ. Не участвовал. Документация питона генерится специальной штукой, которая называется Sphinx, об этом будем разговаривать в следующем семестре. и поиск по ключевым словам там пробит в JavaScript и уже проиндексирован. То есть вот этот parser он как бы ищется JavaScript в базе. То есть это локальный поиск, который выполняет ваш браузер. сервер ни одного сервера не пострадал от этого поискового запроса. Просто развернутые да, просто развернутые HTML. Даже можно поглядеть, как это устроено. В общем, вы меня поняли. И в принципе у стандартного для питона способа документирования, который называется Sphinx, есть довольно много всяких волшебных плюшек. Часть из них мы, кстати, изучим в следующем семестре. Вениамин, там просто сгенерированный, я так понимаю, для JavaScript большая пачка этих самых индексов. Можно посмотреть, время-то позволяет. Ну, давайте посмотрим. я думаю, что это вот это. Видите, да? Ну, не знаю, как там в точности, наверное, там где-то должны быть еще и задамплены эти индексы, вот о которых спрашивает Вениамин, но идея примерно такая. Тут был вопрос, какой курс лекций про Linux планируется в этом году. В этом семестре мы будем повторим курс разработки приложений по Linux примерно такой же, как в прошлом году. Сейчас идет обсуждение, стоит ли нам, например, переключаться с AutoTools на что-то иное в нем, потому что там есть... Подключайтесь, кстати, к обсуждению, оно в параллельном чатике есть. У нас два частика, один для вопросов прямо по лекциям, а второй для всех остальных вопросов. Вот в части для всех остальных вопросов идет сейчас обсуждение, стоит ли не стоит переключаться с более старых средств разработки на более новые. А вот в следующем семестре у нас планируется новый, еще пока не бывший здесь в YouTube курс, который называется «Практические аспекты сетей в Linux». В действительности это просто рассказ про TCP IP и как им рулить в Linux. Если вы пороетесь, ну давайте, благо время есть на рекламу, если вы пороетесь на канальчике, вы можете увидеть лекцию, собственно поводом для прочтения вот этого, планирования этого спецкурсов в следующем семестре, который по сетям. Послужило мое участие в курсе, который назывался «Архитектура маршрутизаторов» или что-то в этом духе. Вот. Вот она. И вот если вы пороетесь, вы увидите там три лекции, которые я прочел. И мне показалось, что если вокруг них намазать, ну если это сделать не три лекции, а целый семестр, то будет гораздо интереснее. Вот. Так что вот примерно это нас с вами ожидает в будущем семестре про сети, то есть работа с реальными виртуалочками, соединение их в такие топологии сетевые, ну работа с реальным линуксом с командной строкой и так далее. Ну так вот, я ответил курс по сетям вот ровно в следующий семестр. Что касается семинаров, то боюсь я, что не студентам ВМК в них участие принимать пока возможности нету. И в принципе это довольно ресурсоемкая штука. тут тут наверное стоит посмотреть как будет развиваться вся эта вещь на моей основной работе в компании Bazalt SPO. Если там мы найдем ресурсы под проведение такого рода семинаров, то будет. Но пока нет. Вот. Это что касаемо ответа на вопрос что у нас по линуксу. Вот. Давайте закончим разговором о том, что нас ждет в ближайшем семестре по питону и домашний задай. В ближайшем семестре вот план прошлого года. Мы будем грубо говоря вдумчиво читать титул и делать по нему много-много упражнений. Вот. Я постараюсь рассказать про весь синтаксис питона. Сколько ни на есть. Я постараюсь ну да про весь синтаксис. Пока тут на большее нам точно не хватит. В прошлом году так получилось что у нас было аж 16 лекций. В этом году 16 может не оказаться. В общем тут видите прямо с 1 сентября прямо до 15 декабря были лекции. Возможно штук 15 их будет. Вот. Я думаю что 3.10 Вениамин. Я надеюсь сделать лекцию про шаблоны. Тоже вот. Какие-то кишки, какой-то траблшутинг попробуем добавить. Но как видите питом все толще и толще становится. А семестр больше не становится. Поэтому успеть бы все вот это. Сопровождаться это будет большим количеством упражнений. упражнения будут в виде домашних заданий, которые будет проверять система автоматической проверки домашних заданий. Их по несколько штук в день в лекцию. В прошлом году у нас вполне неплохо можно было зарегистрироваться кому угодно в этой системе. Я следил за тем, чтобы не было перебора, перебора не было. Домашних заданий будет довольно много. Там порядка 35-40 задач придется решить. Так что готовьтесь трудиться. И оценки по спецкурсам будут выставляться по результатам проверки сначала роботом этих домашних заданий, которые будут выяснять нет ли копипаста вот этого всего. Ну а потом мною, потому что понятное дело, что робот ошибается. Ну об этом ближе к делу сейчас пока у нас эта система еще не актуализирована. Вот обратите внимание на то, что попытка влезть в какие-то технологии программирования, попытка выйти за пределы синтексиса, рассказать про какие-то волшебные нужные модули и так дальше, она в этот план не влезает за исключением одного места, когда я рассказывал про регулярные выражения. Вот не могу я не рассказывать про регулярные выражения, это отдельный модуль, но всегда мне хотелось рассказывать про регулярные выражения, и в прошлом семестре это было. Наверное, ближе к... Венимин, прищите на сайте Unix.org, там есть статья моя, там все про это написано, и даже исходный код есть проверяющика копипасты. Венимин спрашивает, как проверять копипасты. Вот, значит, я, наверное, устрою опросник, нужна ли нам лекция про регулярные выражения, в прошлый раз люди прямо сказали, да-да-да, нужна, ну вот она и была. Примерно это нас ожидает в ближайшем семестре. Все, что связано с технологией разработки на Питоне, ну как все, конечно же, не все, а какие-то базовые вещи, у нас будут в следующем семестре, в курсе, который называется разработка приложений на Пайтон, вот, ну и вот. Так, и это, что касаемо прогноза. Ну и домашнее задание, и на этом все. Домашнее задание. Установите питон в том месте, где вы будете делать все остальные домашние задания. Если вы, вдруг среди вас, среди нас есть такие наивные люди, которые смотрят на то, что происходит, но ничего не пробуют пальцами, вот таким способом выучить программирование, язык программирования нельзя, от слова совсем нельзя. Рекомендуется как можно больше делать пальцами, вплоть до того, что просто копируете то, что делаю я на лего, пальцы, и тоже, значит, повторяете. Вот. Просто, чтобы пальцы помнили, как это все работает. Установить питон, запустить командную строку, найти, найти командную строку питоне, запустить, подавать туда команду, ну короче, вот, убедиться, что это так. Второе задание. Найти установленную документацию и тьюториум. Почему установленную документацию? Потому что это будет документация к тому питону, который вы поставили, и через какое-то время, зайдя на сайт python.org, вы увидите, что там все обновилось и вам рассказывают какие-то интересные штуки. Вот. Смотрите, что они сделали в питоне 11. Они умный парсер ошибок в него встроены, подчеркивают место с ошибками. Ладно. Вот. А потом удивляться, почему в вашем питоне это не работает. Да? Вот оно не работает, потому что у вас будет чуть-чуть более старый питон. Значит, вот. и главное задание читать тьюториал и щелкать, 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 щелкать. Значит, когда я говорю читать тьюториал, это означает, что у вас полэкрана это тьюториал, и полэкрана это командная строка с питоном, в которой вы прощелкиваете. Теперь два вопроса про... Вопрос про ИДЕ был, на который я не ответил. Кроме домашек дорогой маркиз 0 можно практиковаться вот здесь. Спрашивают меня вот в этом месте. Вот тут. Вот тут можно практиковаться до посинения. Вот. Ответ на среду разработки. Сам я, как вы увидите в течение лекции, использую ВИМ, и мне хорошо. Ну, я использую ВИМ с хитрым плагином, который называется Syntastic, он еще меня пугает всякими синтаксическими некрасивостями, которые допускаю при программировании. Если вам от ВИМа тяжело, а есть люди, которым от ВИМа тяжело, я таких встречал, их большинство, если вы его не изучали, то на самом деле к питону всегда предлагается штука под названием IDLE, которая в себе совмещает вполне приличный редактор. Да? Вот. Инвалид синтаксис говорит. Фир, конечно. Какой фир-то? форм. Ну вот, пожалуйста. И командную строку довольно удобную, разноцветненькую, в которой что-то такое происходит. Да? Командная строка IDLE написанная строка мы поговорим про командные строки в следующий раз, когда у нас будет разговор про командную строку. ВИМ, это троллинг, который продолжается на протяжении 30 лет. Вы что-то перепутали, дорогой Бибку Бива. Да? А вовсе не пяти. Вот. Значит, более толстые DE, такие как Pitch Arm, что там еще есть такого страшного, какой-нибудь Eclipse с соответствующим плагином, какой-нибудь NetBeat с соответствующим плагином, Wink IDE есть такой полубесплатный, довольно остроумный на самом деле IDE для Python. Я бы в этом курсе использовать не рекомендовал. Но можно. Если вы привыкли пользоваться каким-то конкретным IDE, бога ради пользуйтесь им. Каким угодно. Вот. В этом курсе нет ограничений на использование IDE. Вот. В следующем курсе будет, потому что там будет специфика разработки, и если вы пользуетесь тем же Pitch Arm, то там все обрано под капот, вам будет потом тяжело отчитываться об этой это заработать. Вот. А здесь чем хотите, тем пользуйтесь. Я рекомендую IDLE, потому что он простой. А тем, кто знает VIM, я, разумеется, рекомендую VIM. Так. И тут еще был вопрос про меня лично. Значит, я в самом начале представлялся, ну давайте отвечу на вопрос, чем я занимаюсь. Я в базальте работаю специалистом в области всего. в том смысле, что у меня нет никакой одной четкой обязанности за исключением образовательных проектов, которым как раз мы с вами занимаемся здесь. Вот. Как правило, я сопровождаю довольно много пакетов, хотя есть люди, которые сопровождают больше пакетов, чем я. В частности, я собираю всякие толстые пакеты типа LibreOffice или там Chromium Госта, ну правда, в Chromium Госта я чуть-чуть собираю, Chromium не я, а я только собираю гостированную версию. Вот. Но сборка пакетов это же делает комьюнити, просто иногда бывает так, что никто не хочет, а я собираю. А основная фишка, когда происходит что-то, что требует вмешательства специалиста, а специалист в это время занят, ну вот специалист данной области, можно позвать меня. Вот. В некотором случае в некоторых случаях, а вот и Данила. Данила, я тут вам рекламу сделал, что вы у нас тут исправляете по экзамиссимости в в Альте. Неудивительно, что вы пришли его немножко. Ну вот, если нужно какой-то исследовательская работа, не очень большая, потому что меня много кто хочет, а специалиста нет, то может позвать меня, и я ее сделаю. В общем, все равно какую, программирование, программирование, носить на программирование, носить на питоне, на питоне, подминистрировать, подминистрировать, что-нибудь пересобрать, расхакать, отладить, найти багу, пожалуйста. Что-нибудь такое, что никто раньше не делал, поисследовать, а потом с этим выйти, тоже я могу. в общем, университетское образование дает возможность заниматься ресерчем практически в любой области, разумеется, если эта область имеет отношение к вот там, линуксу, разработке, вот этому все. Вот, никаких больших проектов я очень давно не веду, потому что очень раздерган на много работ, бог его знает, может быть, и такое случится когда-нибудь в моей жизни. Такие вот дела. Тем временем мы подошли к концу нашей лекции, видимо, если будут какие-то еще вопросы, утверждения, провокации, послушайте, Артем, Гриш Устинов это вообще человек-питон, человек, который делает в нашем сообществе огромную многомесячную работу по портированию питона и всех модулей питона на следующий релиз, он как бы давно с нами и в этом смысле это прям работа титаническая, а вот Данил, который к нам пришел, он совсем новичок и, видите, уже занимается такими вещами очень вполне солидными. Вот. Да, ну что, значит, видимо, если больше провокаций, предложений, вопросов не будет, добро пожаловать в наш чатик, спасибо, что были с нами сегодня, приходите через неделю, если кто-то из здесь присутствующих, напоминаю, испугался того, что наша подача обещает быть для программистов, хочет питон для начинающих, у меня в этом семестре есть питон для начинающих, вот, ну и приходите на Linux, Linux у нас когда там будет, в пятницу. На этом, видимо, все. Да, значит, запись смотрите, в какой-то момент будет выложен, смонтирован ее вариант и до свидания. Ох, ну вот, не до свидания. Руслан, малопоточности не будет, потому что в питоне малопоточности нету, а вот асинхронность будет. Субтитры сделал DimaTorzok